Здравствуйте, дорогие друзья! Намасте! Меня зовут Крепоситхи Давидаси. Очень рада с вами встретиться, чтобы поговорить о большой ведической аскезе Чатурмасьи. Это четыре месяца различных постов и практик. Давайте разберем этот пост подробно с цитатами из шастер, для чего он нужен, когда будет и какие блага принесет. Начнем сразу же с благословений Чатурмасьи, чтобы вдохновиться. Соблюдая различные посты на Чатурмасью, можно получить хороших детей и долгую жизнь, прекрасное тело, победить врагов, очиститься, стать сиящим и получить приятный голос, стать мудрецом или югином, освободиться от болезней, а в конце жизни отправиться в рай или к Богу, в духовный мир. А также аскезы на Чатурмасью помогут нам развить наше отношение с Богом, нашу преданность, закалят нашу решимость и сделают тело и ум послушными инструментами для наших целей. Название Чатурмасья состоит из двух слов Чатур и Мас, переводящихся с санскрита как четыре месяца. Это время, когда Господь Вишну, как управляющее Божество этой Вселенной, вместе с Девами и Богами ложится спать. Во Вселенной наступает Ночь Богов и День Демонов. День, когда Господь ложится спать, происходит после Шаяна Экадаши, ведический месяц Ашатха. То есть с два Даши на растущую Луну в месяц Ашатха в июле начинается Ночь Богов и продлится она четыре месяца до Утхана Экадаши в месяц Картика в ноябре, когда будет праздник пробуждения Господа ото сна. Чатурмасья находится под управлением Господа Шивы и в этот период, кроме самой Чатурмасьи, есть много дополнительных аскез, поклонений и возможность сделать прорыв в духовной и материальной жизни. Некоторые посты на Чатурмасью могут показаться очень простыми и даже незаметными. Например, есть такой пост на шпинат. Может быть кто-то вообще не ест шпинат, потому что шпинат у нас не является популярным продуктом. Но так как это авторитетный пост, описанный в ведах, он принесет плоды. Именно поэтому люди следуют Чатурмасье, чтобы их ритм жизни соответствовал космическим часам. Чатурмасья – это время аскез. Именно аскезы будут максимально успешны в это время. Но придет и время получения плодов за аскезы, и время праздников, и отдыха. Авторитетное время для начала Чатурмасья – это несколько значимых событий в месяц Ашатха, когда можно начать пост. Месяц Ашатха бывает в июне-июле, и во второй половине этого месяца на растущую луну, можно выбрать для себя день для начала Чатурмасьи. Это может быть день Карка-Санкранти, солнце входит в знак Рака, это 16 июля. Можно начать на Шаяна-Икадыше или на Двадыше после этого Икадыше, 17 или 18 июля этого года. И можно начать в Ашатха-Пурниму, последний день месяца Ашатха, 21 июля 2024 года. На мой взгляд, удобнее будет считать Акполнолуние, Сашатха-Пурнимы. Так будет легче смотреть, когда один пост заканчивается, а другой начинается. Итак, Чатурмасья будет совпадать с Ведическим месяцем, и будет понятно и удобно завершить всю Чатурмасью в месяц Картика в ноябре. Чатурмасья обрастает аскезами по нарастающей. Вначале три простых месяца с простыми аскезами. Потом Картика – это особый, любимый Кришны и Вашнавыми месяц, в который рекомендуется взять аскезы по максимуму. И преданные часто соблюдают из Чатурмаси только Картику, как самый важный месяц из всей Чатурмаси. А в конце Картики будет еще пять дней с самой концентрированной аскезой перед окончанием Чатурмаси. Это пост Пхишма Панчика. Тот, кто соблюдает этот пост очень строго, получает плоды следования и Чатурмаси, и Картики. А в Картик Пурниму в полнолуние в месяце Картика проходит праздник. И на следующий день после выход из всех постов и обетов. И в этом году это будет 16 ноября, завершение Чатурмаси. Первый месяц Чатурмаси – пост на шпинат. Я напишу даты для Чатурмаси, исходя из начала Чатурмаси от полнолуния месяца Ашатха. Первый месяц Чатурмаси называется Шравана или Шравана. По-разному ударение ставят. Итак, с 21 июля по 19 августа будет пост на шпинат. Второй месяц Чатурмаси называется Бадра. С 20 августа по 18 сентября будет пост на йогурт. В третий месяц Чатурмаси – это Ашвина. С 19 сентября по 17 октября будет пост на молоко. И четвертый месяц Чатурмаси – это Картика. С 18 октября по 16 ноября будет пост на Бобовые. И завершение всей Чатурмаси – 16 ноября 2024 года. Это самый простой вариант поста, которому следовал Шиева Прокупада, и этому посту следует Вайшнава и сейчас. А теперь будем разбирать детали. Чтобы войти в пост, нужно дать обед. Его можно дать своими словами или можно зачитать из Хари Бхакти Вилласы. Обед дается один раз перед всей Чатурмасей в полнолуние месяца Ашатха. Вот этот обед из Хари Бхакти Вилласы. О Господь Ачюта! Я буду соблюдать все правила и предписания Чатурмаси, начиная с Ашатха Пурнимы и Дакартика Пурнимы. Пожалуйста, будь милостив. Позволь мне успешно исполнить этот обед. О Господь Кешева! Я принимаю перед тобой этот обед и обязуюсь соблюдать правила Чатурмаси, предписанные в шастрах. Пусть по Твоей милости этот обед завершится успешно. Теперь мы двинемся в сторону деталей и усложнений поста. Но основу мы уже разобрали и можем следовать минимальному уровню Чатурмаси для духовного блага. Джайпатаку Махараджа спросили подробности о первом месяце Чатурмаси. Почему именно пост на шпинат и нужно ли избегать что-то еще? И Махарадж ответил. В первый месяц Чатурмаси постятся на шпинат и на другие виды шака. Есть в Индии такое блюдо, называется шак. Оно готовится из тушеных листьев, в основном из шпината, но могут быть использованы и другие листья. Например, это лист редиса, горчицы, крапивы, амаранта. То есть блюдо из тушеных листьев запрещено в первый месяц Чатурмаси. А укроп, листья салата и всякую зелень, которую мы едим как сырой салат, ее можно. Любой вид капусты тоже можно есть, как сырую, так и приготовленную. Но те, кто хочет поститься строже, первый месяц Чатурмаси вообще не едят никакой зелени и никаких зеленых овощей типа капусты. Но это уже по личному выбору. Есть и те, кто отказывается вообще от овощей на первый месяц Чатурмаси или даже на весь пост. Итак, первый месяц Чатурмаси, месяц Шравана, пост на шпинат. И Пураны еще рекомендуют взять пост на бобовые, на всю Чатурмасию или на последний месяц Чатурмаси на Картику. Есть рекомендация не есть в Чатурмасию дыню, баклажаны и соленья, что позволит нам увеличить наше благочестие. Для тех, кто любит аскезы, еще рекомендуется в Пуранах отказаться на все 4 месяца от какого-нибудь любимого сезонного фрукта или от корнеплода. И такой аскезой порадовать Господа. Во второй месяц Чатурмасия, месяц Бадра, пост на йогурт. И Джаяпатака Махарач объясняет, что в понятие йогурт входят кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт, сметана, ряженка, простокваша, кислое молоко, творог. А из молочных продуктов можно молоко, сыр, сыворотку и изделия из теста на йогурте или кефире. А если сметана или йогурт были добавлены в сабджи и запечены, сварены на огне, то такое блюдо тоже можно употреблять. То есть в выпечке и блюдах, приготовленных на огне, кисломолочное можно положить по рецепту. Это не нарушает пост. Но это уже для тех, кто любит детали. Проще отказаться от всей кисломолочной продукции и все. Третий месяц Чатурмасии, это месяц Ашвина, пост на молоко. Джаяпатака Махарач продолжает объяснять нюансы. В этот месяц не пьем молоко, сливки и не едим сладости из молока, например, сгущенку или молочные сладкие шарики. А вот молоко добавлять в тесто и печь булочки или блины можно. А также можно почитать черенамриту с молоком. Четвертый месяц Чатурмасии, это картика. И идет пост на бобовые. Особенно запрещены такие бобы, как урат-дал и масура-дал. Урат-дал это мелкий горошек, у нас его называют маш. Урат-дал это очищенный маш, он белый, обычно продается в магазинах с индийскими товарами. Урат-дал содержит много белка и очень питательный. И Шрила Прабхупада даже называет его невегетарианским продуктом, так как он близок по содержанию белка к мясу или к рыбе. А масур-дал это красная чечевица. На картику последний месяц Чатурмасии принимаются еще дополнительные обеты. Так как это особенный месяц, даже самые маленькие обеты картики делают Господа Кришну очень счастливым и удовлетворяют его. Поэтому картика считается месяцем милости и преданности. Так как в этот месяц кроме благочестия и материальных плодов можно получить вечный плод, любовь и преданность Богу. В священных писаниях про милость и благословение картики много написано. И картику мы разберем в отдельном видео. Завершаем Чатурмасию после полнолуния месяца картики. И в Махабхарате описан выход из постов Чатурмасии. Человек должен сначала дать пожертвование брахманам, а после завершить пост. С этого дня и далее можно возобновить пользоваться вещами, от которых отказались перед началом обета Чатурмасии. О брахманы! В конце Чатурмасии враты человек должен просить прощения у брахманов за любые ошибки, которые он мог совершить в течение исполнения этого обета. Завершив обет, он должен омыться утром, совершить свое ежедневное поклонение, накормить брахманов и в соответствии со своими возможностями просить прощения у Господа за любое оскорбление, которое он мог совершить, и дать дакшину квалифицированному брахману. В карте Камахатме Падмапураны говорится, человек должен прервать свой пост на два дыши двух недель растущей луны месяца картика. Он должен предложить этот великий обет, соблюдаемый с большой трудностью, лотосным стопам Господа Кришны. Поступая так и поклоняясь Господу Джанардане, человек несомненно достигает обители Господу Вишну. Теперь поговорим об особых обетах на Чатурмасию, которые приносят особые блага. Такой обет берется на всю Чатурмасию или можно держать его часть Чатурмасии, сколько сможете. В любом случае это принесет благо и результат в зависимости от приложенных усилий. Важно, чтобы пост был посильным и не изматывал тело и психику, иначе он будет в гуне невежества и принесет вред. Харибак Тивиласов предоставляет большой список аскез и получаемых за них наград. Кто спит на полу в течение четырех месяцев в Чатурмасии, достигнет обители Господа Вишну. Кто отказывается от соли, получит сладкий мелодичный голос. Кто отказывается от масла, обретет благочестивых детей и долголетия. Кто отказывается от масляного массажа, получит красивое тело. Тот, кто отказывается от пищи, приготовленной в масле, победит своих врагов. Тот, кто отказывается от употребления солодки, обретет удачу. Тот, кто отказывается от шести видов вкусной пищи, никогда не станет уродом и избавится от дурного запаха тела. Тот, кто ест неприготовленную сырую пищу, очистится. А также получит благочестивых детей и долгожителей. Отказавшись от масляного массажа ног и головы, человек станет царем. Отказавшись от меда и других сладостей, человек обретет сияние. Если человек отказывается от йогурта, молока и пахты, это сыворотка от взбивания маслом, он достигнет Галуки, высшей планеты духовного неба. Тот, кто спит на полу или на камне, станет слугой Господа Вишну. Тот, кто в период Чатурмаси отказывается от меда и мяса, станет подобен мудрецу или йогу. Если человек соблюдает полное молчание в Чатурмаси, его слова становятся безошибочны. И полным молчанием также считаются разговоры только о духовном. Просто очищая храм Господа Вишну в период Чатурмаси, человек будет царем в течение одной кальпы. Кальпа – это день Брахмы, продолжающийся 4 миллиарда 320 миллионов лет. Тот, кто обходит божество три раза и предлагает молитвы, отправится в обитель Господа Вишну на колеснице, запряженной лебедями. Тот, кто в Чатурмаси поет и играет на музыкальных инструментах, достигнет планеты Ганхарвах, небесных певцов. Тот, кто распространяет знания, ежедневно цитируя шастры, станет представителем Ясадевы и достигнет обители Господа Вишну. Тот, кто омывается в святом месте, будет иметь чистое тело. Тот, кто ест только ночью, от заката до восхода солнца, в течение четырех месяцев Чатурмаси, обретет благо, путешествуя по всем святым местам паломничества. Тот, кто ест из тарелки и жилистев, получит благо от посещения Курукшетры. Тот, кто ест с мраморной тарелки, получит благо от омовения в Праяге, место слияния священных рек. И в конце этого списка, который является частью беседы Кришны и Юдхиштхиры из Хабхавиши Уттрапураны, Кришна говорит О Пархам! Соблюдая все эти обеты в Чатурмасию, человек доставляет Господу Вишну удовольствие. Если в это время мои преданные соблюдают различные обеты, они будут жить в обители Господа Вишну в течение одной кальпы. О лучшие из пандавов! В этом нет сомнений. А если кто-то по состоянию здоровья или по каким-то своим личным причинам не может соблюдать Чатурмасию, Брахма утешает такого человека. Просто размышляя над обетами вайшнавов, проявленными в этом мире, человек избавляется от грехов, накопленных за предыдущие сто жизней. Вишну Рахасия. Давайте для вдохновения почитаем, как Шрила Прабхупада советовал вайшнавам соблюдать Чатурмасию. И хотя Шрила Прабхупада не требовал ото всех последователей соблюдать всю Чатурмасию, потому что аскез и духовного обучения и так хватало в их жизни в те годы, Шрила Прабхупада хвалил тех учеников, которые нашли возможности и силы держать эти обеты. Из комментария к читании Чаритамрте Мадхи Лила Чатурмасию должны соблюдать все слои населения. Не имеет значения, является ли грехасткой человек или саньясин. Соблюдение Чатурмасии обязательно для всех ашрамов. Истинная цель соблюдаемых в этот период обетов заключается в том, чтобы свести к минимуму все чувственные наслаждения. Это не так трудно. В месяц Шравана следует воздерживаться от шпината. В месяц Бадра – август-сентябрь от йогурта. В месяц Ашвина – сентябрь-октябрь от молока. В месяц Картика – октябрь-ноябрь. Нельзя есть рыбу и другие невегетарианские продукты. Невегетарианская пища – это рыба и мясо. К ней также относят Масура дал и Урат дал. Это вид бобовых. Эти виды дала содержат много белка, а пища, богатая белком, считается невегетарианской. Другими словами, во время четырех месяцев Чатурмасии следует избегать любой пищи, предназначенной для наслаждения. Вот так просто и естественно Шрила Прабхупада предлагает нам соблюдать Чатурмасию, чтобы выработать в себе необходимые для контроля чувств аскетизм и волю, нужные нам для прогресса как в духовной, так и в материальной жизни. В течение этих четырех месяцев Чатурмасии святые люди, которые в другое время обычно путешествуют, распространяя сознание Кришны, остаются в одном месте, как правило в каком-нибудь месте паломничества. В это время действуют особые правила и ограничения, которых строго придерживаются. В Скандапуране говорится, что тот, кто в это время обходит храм Вишну, по меньшей мере четыре раза, считается обошедшим всю Вселенную. Человек, обошедший храм в это время, приравнивается к повидавшему все святые места по всему течению Ганги. Соблюдая регулирующие принципы Чатурмасии, такой человек быстро поднимается на уровень преданного служения. Мы с вами разобрали простые уровни следования Чатурмасии, но есть и сложный, суровый, аскетичный уровень, такой high level для продвинутых. Ему следовал духовный учитель Шрила Прабхупады, Бхакти Ситханта Сарасвати Такур. О такой суровой практике Чатурмасии Прабхупады писал, «Нельзя есть целый ряд продуктов, только кичри готовится и выливается на пол, а затем слизывается». И мой духовный учитель рассказал подробности такого сурового следования обету Чатурмасии. Если вы очень решительны в следовании обетом, то можно соблюдать Чатурмасию очень строго. Готовится такое блюдо кичри. Это каша из дала и риса, без овощей, без масла, без специй и даже без соли. Чтобы поесть, тарелка не используется. Кичри выливается прямо на землю. Нужно сесть на землю, заложить руки за спину, наклониться вперед и так есть кичри с земли. Можно есть столько, сколько хочется. Но как только выпрямился и сел, это значит, на сегодня все, обет закончен и есть больше нельзя. Пишет Парамананда Прабхуп, ученик Бхакти Ситханты Сарасвати Такура, про своего духовного учителя, как он строго соблюдал обеты Чатурмасии. Он носил только один кусок материи в качестве одежды, полностью отказался от кровати и подушек и спал на земле. Он сам готовил себе простой рис и принимал его без овощей, прямо с земли. Из-за чрезвычайно суровых аскез его тело сильно исхудало, но его лицо было невероятно красивым, величественным и излучало сверхъестественное сияние. Каждый день без исключения он повторял триста тысяч святых имен на четках. То есть это сто семьдесят три круга Махамантры Харе Кришна. Повторение одного круга Махамантры, если читать ее быстро, занимает пять-шесть минут, а при нормальном темпе это семь-восемь минут. В любом случае это минимум полсуток беспрерывного повторения. То есть главное в Чатурмасио – это духовная деятельность, а посты – это помощь духу, чтобы тело не размежилось и было хорошим послушным инструментом для служения. Воспевать мантру Харе Кришна и читать Шримад Бхагаватам и Бхагавадгиту каждый день – это лучший духовный пост в Чатурмасио. Из внешнего в Чатурмасио предписывается не брить бороду и даже не стричь ногти и не подстригать волосы. И на фотографиях во время Чатурмаси Бхакти Сидханта Сарасвати с бородой, как и другие монахи Саньяси из его Ашама. В обычные же дни вайшнавы мужчины не носят бороду и бреются на лосо или состригают волосы коротко. Строго в плане аскез Бхакти Сидханта Сарасвати соблюдал Чатурмасио в молодости. Позже, занявшись активной проповедью и издательством книг, он соблюдал более простой вариант Чатурмасио. Мы можем взять на Чатурмасио какие-то простые внешние обеты в плане отказа от вредной пищи, отказа от просмотра мирских фильмов и передач, отказа от позднего отбоя и телефона на ночь и взять небольшие духовные обеты, чтобы порадовать Кришну и Духовного Учителя. Например, читать каждый день по страничке из духовной книги, например, читать Бхагавату Курану, Шримад Бхагаватам, или воспевать святые имена, повторять джапу на четках. Пусть не так много, как Бхакти Сидханта Сарасвати, а столько, сколько нам по силам выдержать в течение четырех месяцев. Так мы сами и для себя сделаем большой духовный подарок, а в конце Чатурмаси мы еще получим дары и милости от Господа. Если кто-то не знает Харе Кришна Махамантру, я для вас ее повторю. Это простые 16 слов. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И в Кали-юга считается, что эта мантра приносит наибольшие духовные плоды, и чтобы повторять ее, не нужна никакая квалификация, и нет условий для повторения. Просто повторять и все, и придет духовный результат. Для удобства Махамантру повторяют на четках, чтобы отсчитать, сколько кругов повторили. Один круг – это повторение мантры 108 раз. Про свои аскезы мы никому не рассказываем, держим их так, чтобы желательно об этом никто не знал, чтобы не потерять и не уменьшить плоды наших аскез. Благоприятно спрашивать, какую аскезу взять и просить благословений на эту аскезу у своего духовного учителя или наставника, или у старших, в которых мы уверены, что они благоприятно к нам настроены. А также можно держать аскезы вместе с близким другом и поддерживать друг друга. И делать это втайне от других, насколько это возможно. В конце четвермассии очень важно сделать пожертвование. Это длинный большой пост, и каждая врата аскеза завершается пожертвование. Это как бы плата за плоды поста. Поэтому в конце четвермассии лучше не скупиться, а сделать хорошее пожертвование, заранее выбрать хороший социальный или духовный проект и перечислить туда пожертвование. Сейчас у нас простой способ пожертвования – это денежный перевод. Это удобно, и это соответствует месту, времени и обстоятельствам. Для интереса сравним, какое пожертвование предписывалось в шастрах для завершения четвермассии, чтобы обед был закрыт и принес благие результаты. Даже если мы держали обеды бескорыстно, просто чтобы порадовать Господа, и не хотим никаких материальных результатов, все равно благоприятно завершить обед правильно, как указано в ведических писаниях. Читаем из Хари Бхакти Вилласы, 16-го Вилласа. Человек должен пожертвовать двух коров и накормить брахманов, если он соблюдает две суровые враты. Если он соблюдает три враты, то должен пожертвовать большой горшок с водой, зонтик, козу и обувь тем, кто квалифицирован. Если он соблюдает пост каждый возможный день, то должен в конце пожертвовать полностью украшенных коров. Если человек соблюдает обед вкушение один раз в день, то он должен накормить брахманов. Если он дает обед, отказываясь от масла в течение четурмассии, то он должен пожертвовать ги. Тот, кто отказывается от ги в течение четурмассии, должен пожертвовать молоко. Тот, кто отказывается от йогурта, должен пожертвовать золотом. И тот, кто отказывается от молока, должен пожертвовать серебро. И так далее. За каждую аскезу идет определенная плата. И мы можем сделать вывод, что пожертвование делается добровольно и посильное, но желательно, чтобы оно было весомым. Пожертвовать корову – это дорогое пожертвование. И даже пожертвование масла ги – это недешево. Мы можем попробовать найти квалифицированных брахманов или духовных людей, а может быть мы уже знаем таких, и в конце четурмассии подарить им баночку масла ги, золотое украшение, или можем просто перечислить деньги. Дорогие друзья, спасибо большое вам за ваше внимание и за интерес к пасту четурмассия. Прекрасных вам 4 месяцев от съезда в четурмассии, замечательно провести все обеты и получить как духовные, так и материальные блага. Если у вас есть какие-то вопросы, если я что-то забыла сказать, пожалуйста, пишите в комментариях, я все читаю, всем отвечаю. Также будет интересно услышать о вашем опыте четурмассии, может быть уже кто-то пробовал соблюдать. До новых встреч, дорогие друзья, до следующих видео, мои вам поклоны.